Все говорят, что цены на продукты выросли. Но что, если я вам скажу, что есть еще очень много полезных продуктов, которые вы можете добавить в свой еженедельный рацион и потратить на них меньше, чем за один проход в ресторан? Подробнее об этом видео. Меня зовут Лад, я тренер по питанию. Итак, погнали! Итак, сегодня необычный формат видео. Я здесь на кухне с закупленными заранее продуктами. Я перед этим составил список топ-бюджетных продуктов. Это где-то будет топ-20 примерно, которые достаточно разнообразные. Я их поделил на несколько категорий, в зависимости от их состава нутриентного. У меня тут полный стол, их не видно пока. Буду показывать и рассказывать. У меня тут небольшие шпаргалки, потому что очень много информации о каждом продукте, вот это не запомнить. Первая категория – это белковые продукты, то есть все, что связано с животным происхождением. Первое – это у нас, само собой, это яйца курины. Они содержат в себе практически все необходимые нутриенты, кроме витамина С. Они являются отличным источником селена, который действует как антиоксидант и необходим для формирования ДНК, РНК. Также это один из лучших источников витамина А, который способствует здоровью наших глаз. Также он является отличным источником фолиевой кислоты, витамина В2, В5, а также витамина Е. Яйца также богаты холином. Это такой компонент клеточных мембран, который влияет на развитие мозга и памяти. Также, само собой, они являются источником креатина, который необходим для наших мышц. И не только для мышц, а также и для мозга. Многие грешат на высокий уровень холестерина в яйцах, но он, наоборот, помогает повысить липопротеин и высокой плодности, так называемый хороший холестерин. И несмотря на то, что содержание белка в них относительно общей калорийности небольшое, но это самый полноценный по аминокислотному составу и самый легко усвояемый белок. Яйца также очень сытные, поэтому они будут хорошим вариантом вашего завтрака. Они довольно богаты жирами, но по большей части это моно- и полиненасыщенные жирные кислоты. В общем, яйца – это отличный и довольно недорогой выбор для вашего рациона. Так, далее у нас идет курица. Но это не грудка, не филе, а это бедра куриные. Так как у нас бюджетный набор, поэтому у нас сегодня бедра. Почему не целая курица? Потому что там много лишнего, всего много лишних костей, там кожи и всего остального. А цена плюс-минус также. У бедер есть несколько преимуществ по сравнению с грудкой. Например, больше цинка, который важен для роста новых клеток. Также здесь нормальное количество селена, о котором я уже говорил. Он действует как антиоксидант. Также витамин В3, линиоцин, который регулирует обмен веществ и вообще нашу всю нервную систему. Кожа, которая находится на бедрах, хоть и это в основном жир, но в нем содержится такая аминокислота, как глицин, которая благоприятно действует на нашу нервную систему, а также является таким своеобразным антиоксидантом. Основное отличие бедер от грудки в том, что какая-то часть мяса в нем заменяется жиром. Но значительная часть этого жира – это мононенасыщенный жир, в частности, это алииновая кислота, которая снижает липопротеины низкой плотности, то есть наш плохой холестерин, и увеличивает чувствительность к инсулину, а также улучшает сенсомоторную функцию. Помимо алииновой кислоты, здесь также имеется пальмитиновая кислота. Это уже насыщенный жир, который, наоборот, увеличивает количество липопротеинов низкой плотности, что не очень хорошо. Но здесь также есть еще одна полиненасыщенная кислота – это линолевая, которая также снижает плохой холестерин. В общем, какой вывод? Бедра – достаточно неплохой бюджетный вариант. В принципе, если еще снять с него кожу, то вообще будет ПП. Так, следующие у нас по списку субпродукты пошли. Это куриная печень. Почему субпродукты? Потому что нужно какое-то разнообразие, не одно же мясо есть, правильно? Да и это один из самых таких питательных вообще продуктов. Субпродукты, они очень полезны. Расскажу почему. Субпродукты, в частности, печень, являются хорошим источником витамина В12, который необходим для создания новых клеток. Это, наверное, самое высокое содержание среди вообще всех животных продуктов, не говоря уже растительных, которых В12 вообще нет. Конечно, куриная печень уступает говяжьей по содержанию В12, но тем не менее, там все равно содержится его достаточно много. Но зато витамина А в куриной печени намного больше, чем в говяжьей. Поэтому здесь 1.1. Также куриная печень превосходит говяжью по содержанию железа, но уступает по содержанию меди, которая как раз-таки помогает усвоению железа. Поэтому здесь такое равенство, можно сказать. Также куриная печень является одним из лучших источников фолиевой кислоты среди всех животных продуктов, которая необходима для синтеза ДНК и РНК. Так как печень занимается фильтрацией токсинов, то многие считают, что она накапливает их, и поэтому как-то косо на нее смотрят. Но на самом деле в ней ничего такого нет, все токсины проходят через нее, и в ней ничего не остается такого страшного. Ну, в общем, если сравнивать с говяжьей печенью, то куриная, конечно, немного проигрывает. Говяжья печень – это, можно сказать, эталон среди печеней. По цене куриная дешевле, примерно раза в два, поэтому я выбрал ее сегодня. Одно важное замечание – это то, что во всех видах печени содержится очень много витмина, и его велик шанс переесть и заработать токсический эффект, который вместо здоровья глаз приведет, наоборот, к ухудшению зрения, вплоть до слепоты. Поэтому с этим надо быть аккуратным. Так как витамина еще и жирорастворимый витамин, он имеет свойство накапливаться, поэтому его сильно много нельзя потреблять. А в печени содержится несколько суточных норм. Составить правильный доступный рацион довольно легко, если иметь определенные знания. У меня эти знания есть, я помогаю своим клиентам достичь желаемого результата, решая все проблемы на этом пути. Я помогу вам, составив индивидуальный план питания, тренировок и любой двигательной активности под ваш запрос. Хотите похудеть или набрать массу, или хотите увеличить свою работоспособность, или наладить сон, то приглашаю вас на свою программу. Ссылки находятся в описании. Также в скором времени у меня выйдет авторский курс по здоровому питанию. Следите за анонсами здесь на канале, либо в моем телеграм-канале. Так, далее. Все, что связано с птицей, мы закончили. Мяса у нас в нашем рационе нет, потому что оно значительно превышает стоимость того, что у нас здесь есть. Поэтому у нас только птица. Далее у нас идет рыба. Первым в списке у нас идет красная рыба, но среди всех лососевых не было никаких вариантов, кроме как выбрать горбушу, как самый бюджетный вариант. Незис стейк, это так, чтобы для красоты, для видео, конечно, лучше покупать целую, с головой, без головы, резать ее на стейке, это значительно дешевле. Это примерно раза в два, наверное, получается выгоднее, чем здесь. Значит, горбуша, она не сильно уж уступает всеми любимой семге, которую там вообще называют лососем, хотя это все лосось, это все одно семейство. Все, что называют лососем, это на самом деле семга. Почему считают семгу самым топом? Потому что она содержит максимальное количество кислот омега-3. Но горбуша, это пусть ее считают какой-то там сухой, невкусной, но она не сильно уступает по омеге. Примерно, наверное, раза в два по сравнению с семгой. Но стоимость ее где-то, наверное, раз в шесть меньше, поэтому сравните. Также это, конечно же, хороший источник витамина D, витамина B3 и витамина B12. Ну и само собой здесь содержится много креатина. Также здесь есть такой каротиноид, который, кстати, как раз таки окрашивает эту рыбу в красный цвет. Иногда я с помощью него подкрашиваю семгу для того, чтобы она красивее выглядела и более красная была. Этот каротиноид называется астаксантин. Он повышает уровень липопротеинов высокой плотности, то есть нашего хорошего холестерина, и способствует также здоровью мозга. Семга водится в более таких холодных водах, ну и, соответственно, в ней больше жира, и поэтому больше жирных кислот. Ну и также в ней достаточно мало ртути. Много рыбы содержит довольно большое количество ртути, и поэтому некоторые здесь я бы не стал включать даже в небюджетный вариант из-за ее повышенного содержания. Но, в принципе, в горбуши это содержание тоже минимальное, поэтому можно смело ее покупать. Так, следующее по списку. Узнаете, что это? Это селедка. Обычная селедка, самая, наверное, дешевая рыба, какую только можно вообще придумать. Это лидер по содержанию кислот омега-3. В ней содержится даже, наверное, больше, чем в той же семге, только в 10 раз дешевле. Они делятся на атлантические и тихоокеанские, и часто можно встретить в магазине тихоокеанскую. Но так как тихоокеан более теплый, то рыба там менее жирная, и, соответственно, в ней меньше полезных жирных кислот. Поэтому нужно дать предпочтение атлантическим, если такие есть. Ну, аналогично, как и в предыдущей рыбе, здесь достаточно много витамина D, витамина B12. Достаточно мало тоже ртути, как селедка, так и скумбрия. Но у меня тоже тут есть вот, кстати, скумбрия. О ней сильно не буду говорить. Мы ее используем, можем использовать как альтернативу сельде, но она чуть дороже. Примерно плюс-минус то же самое. Ну, атлантическая скумбрия будет выигрывать у тихоокеанской сельде по содержанию омега-3, но будет проигрывать атлантической. Это примерно плюс-минус одно и то же по составу, только разное по цене. Приоритет отдаем сельде. Она немного дешевле. Ну, как немного, раза в полтора, наверное, в два. Мясо-рыба у нас все. Дальше у нас идет следующая категория, это молочные продукты. Пока у нас идет все, что связано с белком. Ну, и немножко с жирами. Так, следующие в списке у нас творог. Это у меня обезжиренный творог. В принципе, тут на вкус и цвет. Если сильный приоритет калориям там не отдается, то, конечно, можете брать жирней. Кто-то говорит про какие-то высокие содержания, про 9, там, процентов и выше. Разве что он чуть вкуснее, но с точки зрения вот этих вот жиров ничего как бы хорошего тут нет. Что касается творога, это производное молока. Соответственно, у них с молоком плюс-минус похожие составы, только творог более концентрирован. И, соответственно, у него очень высокое содержание белка. Это самый высокобелковый продукт практически среди всего животного вообще мира. У него намного больше белка, чем во многих видах мяса и рыбы. Если брать в расчете на калорию, то это очень хороший источник витамина В12. Но самое главное, это здесь белок, потому что его концентрация вот именно на калорийность очень высокая. Из-за своего высокого содержания белка это довольно сытный продукт. Это будет более эффективно для снижения веса. Что касается минерала, в нем содержится очень много кальция и фосфора, что, конечно же, полезно для наших костей. Дальше у нас то, из чего делают творог, это молоко. Как же без молока-то? Калорийность молока очень разнится, начиная от обезжиренных максимально, практически с нулем калорий, также заканчивая там супер какими-то четырьмя, пятью, шестью процентами жира, что никакой вообще пользы не несет. Вне зависимости от жирности, молоко является хорошим источником витамина В2, В12, а также кальций и фосфора, как и творог. Что касается жирности молока, неважно вообще, какой жирности молоко, его микроэлементный состав никак не меняется, потому что после обезжиривания все эти элементы возвращаются обратно. То есть никакой пользы в более жирном молоке нет, кроме лишних калорий и лишнего количества насыщенных жиров. Поэтому чем обезжиреннее молоко, тем оно топовее. Также молоко является отличным источником конъюгированной линолевой кислоты, так называемой CLA. На молоке все это отличный выбор, хорошего источника кальция. Если у вас нет непереносимости лактозы, то можете смело использовать молоко, но желательно используйте меньший процент содержания жира в нем. Особенно если вы следите за своими калориями, там и за снижением веса. Чем более обезжиренное молоко будет, тем будет лучше. Так заканчивает список молочных продуктов кефир. Тут аналогично молоку, также разная жирность, соответственно разная калорийность. Плюс-минус также одинаковый микроэлементный состав. Очень похоже все на молоко по составу элементов. Это один из лучших источников, один из богатейших источников пробиотиков. То есть это те самые полезные бактерии, которые помогают нашему пищеварению, которые борются с нашими вредными бактериями в кислочнике. Здесь также содержится достаточное количество кальция, фосфора ИБ-12. По белкам примерно так же, как и в молоке. Единственная разница с молоком – это наличие пробиотиков. Причем это очень мощные пробиотики, которые даже способствуют, возможно, улучшению психического здоровья. Также из-за того, что это достаточно мощный пробиотик, то есть он содержит достаточно большое количество тех самых бактерий, с ними тоже не надо перебарщивать и не надо пить кефир литрами, иначе это может привести, наоборот, к проблемам с пищеварением. Обычно я его использую для улучшения пищеварения, но все есть яд, все лекарства, и, соответственно, перебрать с кефира можно так же, как и с любым другим продуктом, заработать себе еще худшее пищеварение, тошноту, газы, вздутие и так далее. Но если вы не будете пить его как воду, будете соблюдать необходимые нормы, то все будет ок. Переходим к следующей категории продуктов. Это что-то между углеводами и белками. Это категория бобовые. Самый первый, самый дешевый вариант. Это, конечно же, будет горох. Вы можете, конечно, использовать сырой горох. Он будет, скорее всего, дороже. Такой колотый, сушеный, он ничем не уступает свежему. Горох – это один из лучших источников вообще растительного белка среди вообще всех. Если взять, допустим, свежий, он содержит где-то 5%, то сушеный уже содержит более 20 граммов на 100 граммов. Ну, само собой, это, конечно же, не такой полноценный белок, но тем не менее. Он также является хорошим источником витамина В1, который помогает вырабатывать энергию из питательных веществ. Также это, конечно же, хороший источник клетчатки, который помогает нашему пищеварению. Также горох содержит много различных антиоксидантов и полифенолов. Но у бобовых есть ряд минусов, так как горох – это один из них. Он также не без греха и содержит вот эти вот так называемые антипитательные вещества, которые мешают нормальному усвоению некоторых элементов. Их можно немножечко сократить с помощью замачивания и правильного приготовления. Так, следующий в списке у нас фасоль, красная фасоль, темно-красная фасоль, так называемые кидни. Почему кидни? Потому что они похожи по форме на почки. Фасоль является хорошим источником фолиевой кислоты и марганца, а также она богата различными антиоксидантами, которые борются с воспалением в организме. Также фасоль является одним из источников резистентного крахмала, который улучшает пищеварение и помогает предотвращать различные заболевания, и помогает худеть. Также есть данные, что фасоль способствует регулировке уровня сахара в крови, снижению кровяного давления и улучшению работы сердца, соответственно. Ну, конечно же, как и у других бобовых, фасоль содержит очень много дубильных веществ, она является лидером по их содержанию, но в ней в то же время очень маленькая концентрация оксалатов. Это такие соли, которые способствуют образованию камней в почках, например. В общем, вывод какой? Фасоль – это одна из топовых среди бобовых, несмотря на свои какие-то минусы. Достаточно высокую цену по сравнению с горохом, но по цене и качеству это топ. Также, как вариант, примерно такой же стоимости, как у фасоли, можно рассмотреть нут. Нут также является источником марганца, как и фасоль, который необходим для формирования костей, соединительной ткани. Также он является хорошим источником железа, цинка и фосфора. То есть, в принципе, это отличная альтернатива фасоли. Можно выбрать либо то, либо то. Среди рассмотренных выше продуктов были только натуральные продукты, без содержания добавленных сахаров. Но это не означает, что вы должны есть только их, и вы не можете позволить себе ничего сладкого. Даже на диетах можно употреблять сладости. Главное – делать это грамотно. А подробнее о сахаре и о том, что с вами будет, если вы резко откажетесь от сладкого, можете посмотреть вот в этом ролике. Подписывайтесь на канал, а также на телеграмме Boosty по ссылкам в описании. Пока.